Всем привет! Мелбет, Первая Лига, 14-й тур на связи, стадион Геолог. Сегодня с вами посмотрим встречу между хозяевом поля футбольным клубом Тюмень и Волгарем из Астрахани. Меня зовут Александр Симбирский, для вас прокомментирую сегодня эту встречу. Встречается команда из двух разных полюсов турнирной таблицы. Волгарь замыкает. Таблицу Первой Лиги располагается на последнем месте, но в последнее время команда начала потихоньку приходить в себя и Антон Фролов готов дать свой стор. Поехали, друзья. Сразу же мяч уходит к Егору Любакову и заброс следует в сторону левого фланга. Порохов рядом, Порохов рвется вперед и двоих проходит прострел. И можно пробить с этой позиции удар поворотом, но отскок и мяч уходит на угловой. Передача на Татаринова. Есть возможность для удара поворотом! И чуть-чуть не хватает 10-му номеру Тюменья, чтобы отличиться. Вновь несогласованно действуют центральные защитники Волгаря. Все-таки человек, которого вместе с Дембире, с Влашичем отмечали, он не такой же простой. Сейчас Жамалединов передачу сделал выгреб. Мяч практически из безнадежного эпизода. Нет вариантов, чтобы сыграть на партнера вблизи, но есть вариант на Жамалединова сделать пас. И Жамалединов бьет, но не попадает поворотом. Но здорово сейчас Тимур открылся, получил передачу из глубины. Что центральные защитники выиграют воздух. Еще одна потеря, удар! И Переклазину попадает в мяч! Это, по-моему, Жамалединов пробил еще один выстрел. Вот так вот у нас события на поле развиваются. Мы на поле не увидим. Зато увидим атаку Волгаря. Жамалединов с разворота пробивает прямо в угловой флажок. Потому что Ушатов несется вперед. Обыгрывает сейчас своего оппонента. Кирилл Ушатов укладывает второго. Передачу делая подарок. Кленкин! Выше ворот бьет Данил. Это момент. Это момент. Данил Кленкин сейчас мог забить своей бывшей команде. Бегут футболисты Волгаря. Есть удар по воротам. Любаков выручает Тюмень. Но здесь Любаков должен был дотянуться до мяча. Очень много стандартов сегодня. Волгарь зарабатывает. Ткачук подает. Но другое дело, что конвертация не... Ух ты! Ничего себе! Вот это вынос был. И штрафной, который конвертировался в удар. Но Егор Любаков оказался готов. Тезис о том, что Тюмень неплохо выглядит в концовках. Он подтверждается. Потому что больше всех голов в лиге в компенсированное время. Каратаев в передачу делает центр. И забивает гол Илья Порохов. Провал у Волгаря. Случился на правом фланге обороны. И Александр Каратаев ворвался в этот коридор. И таким образом Тюменцы открывают счет в этом матче. Когда, казалось бы, уже весь воздух вышел из команды хозяев. Но здесь какие вопросы могут быть к Адоевскому? Еще одна подача. И вроде бы как удалось мяч обработать Лесникову. Но звучит в итоге финальный свисток. Тюмень побеждает со счетом 1-0. Илья Порохов приносит победу команде Игоря Менщикова. Аплодисменты.